Само собой, далеко не про каждый DLC Call of Duty есть смысл рассказывать. Ведь обычно разработчики ограничиваются несколькими картами для мультиплеера, ну и локаций для зомби-режима, если речь идет о проекте от 3arch. И стоит это все хозяйство баснословных денег для такого-то набора. Тем не менее, в ситуации с Black Ops 2 было решено сделать хотя бы маленький, но шажок вперед. Revolution – громкое слово, конечно, для пачки контента, хотя доля истины в этом есть. В какой-то веке нам предложили нечто большее, чем просто несколько локаций. Итак, начнем с новых карт. Их по традиции 4 штуки, но про каждую можно рассказать что-то интересное. Вообще стоит заметить, что в мультиплеере второго Black Ops'а локации для многопользовательской игры выглядят еще лучше, чем в первой части, но и безусловно намного лучше, чем в Modern Affair 3. Карты яркие, красочные, но в меру, с отличным дизайном и, что немаловажно, интерактивные. Эта фишка у Трей Арчи помнится еще в первом Black Ops'е. Тогда на карте лаунч мы бегали по космодрому Вайконур и периодически страдали от запуска ракет. Земля тряслась под ногами, а те, кто находился слишком близко к двигателям, погибали. Этот принцип разработчики перенесли и во вторую часть. Допустим, на карте с говорящим названием «Экспресс» мы можем погибнуть от проходящего поезда. В Revolution же таких локаций с повышенными шансами на несчастный случай сразу две. Вот, к примеру, Гидра – дамба, расположенная в Пакистане. Периодически здесь сливается вода, поэтому надо быть осторожным, смыть может в любой момент. Или же Даунхилл – заснеженная локация где-то во французских Альпах. Здесь стоит опасаться кабинок-подъемников, которые с одной стороны могут служить отличным прикрытием, а с другой причиной фейлов вообще и смерти в частности. Кстати, Даунхилл – первая снежная карта в Black Ops 2. Припасена, так сказать, на сладкое. Ну и она довольно обширна, снайперы тут явно приживутся. Третий по счету карта Гринд никакими смертельными механизмами не радует, но зато действие на ней происходит в калифорнийском скейт-парке, что в общем-то уже обязывает. Тут толком-то и стен нет, приходится бегать между рампами. Довольно забавный опыт. То же самое можно сказать и о песчаном мираже. В ней мы переносимся в Китай и сражаемся в соответствующем антураже среди Дюн. По всем четырем локациям мы сможем побегать с новой пушкой. Это для серии нечто новое. Еще никогда ранее в DLC нельзя было получить ствол. Что же касается Пискипера, а именно так он называется, то в двух словах. Это в принципе не имба, но играть им довольно комфортно и при должной прокачке с его точностью и скорострельностью можно превратить в весьма эффективное приспособление для убийства. Кое-что новое появилось и в традиционном для триарчевских кодов зомби режиме. Во-первых, это карта Die Rise. Ее особенность состоит в том, что она растянута не горизонтально, а вертикально. Действие происходит в небоскребе разрушенного города в Китае, а в распоряжении игроков есть лифт, с помощью которого они перемещаются по локации. Самым любопытным был совершенно новый режим, который обещали разработчики. Он называется Turned и позволяет поиграть не только за выживших, но и за зомби. К сожалению, это лишь звучит круто, а на деле оказалось унылой и непродуманной вещью. Суть такова, четверо игроков на локации, один из них отбивающийся выживший, а трое остальных зомби, которые пытаются его захавать. Как только кому-то из мертвяков это удается, он становится человеком и, ну, просто стоит и отбивается от зомби. А как только он фейлит, то превращается в зомби и снова пытается захавать человека. Ну, я думаю, вы поняли, насколько бредово и уныло здесь выглядит геймплей. Здесь и делать-то ничего не надо, кроме выше описанного. Ну, а в конце раунда просто подсчитывают очки и все видят, кто активно фейлил, а кто нормально прошел. То есть челленджа практически никакого. И ладно, если бы можно было играть в это с друзьями. В принципе, вчетвером со скайпиком вполне возможно скоротать пару часов. Но условием этого режима является одиночность каждого игрока. То есть вы, будучи в пати, не сможете его запустить. Это, конечно, исключительная бредовость, убивающая весь фан, который там теоретически возможен. Но, честно говоря, для многих Call of Duty это, конечно, далеко не зомби. Это все-таки многопользовательский режим. В нем, как уже было сказано выше, все отлично. Четыре новых карты и классная пушка. Вполне достойный набор для дополнения. Вот только было бы совсем замечательно, если нам были доступны все возможные режимы для игры. Надеемся, разработчики это учтут. Ну а напоследок хотелось бы рассказать о приятном и огласить результаты конкурса с камерой наперевес, который наш сайт stopgame.ru проводил совместно с компаниями NVIDIA и новый диск. Напомню, что мы отбирали лучшие ролики в двух категориях – на классные фраги и самое смешное видео. Работ пришло много. Спасибо всем, кто старался, но, к сожалению, победитель в каждой рубрике может быть только один. Именно он получит ценный приз – видеокарту NVIDIA GeForce GTX 670. Те же, чьи работы тоже оказались весьма достойными, получат поощрительные призы в виде фирменных футболок от нового диска. Кстати, они действительно крутые. Итак, в рубрике «Фрагобойка» победу одержал ролик Григория Челнокова, известного под ником Реку. Давайте посмотрим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Вот как-то так. Ну, а теперь рубрика «Баржака». К сожалению, претендентов на приз здесь было на порядок меньше, но победитель от этого не становится менее классным. Первое место досталось пользователю Sierra31, за то забавное видео, что он сотворил вместе с тиммейтами. Собственно, его и пускаем под занавес. Мы сердечно благодарим всех за участие, поздравляем победителей и желаем удачи! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok